Олимпиады иногда не всем подходят. В науке надо не так. В науке у тебя есть неограниченное время, неограниченные ресурсы. Ты хоть два года сиди на задачке и сделай. Фёдор мне засунул сюда монету, а потом достал вот оттуда. Ему я. Да, да. Самый главный совет, который даю школьникам, говорить правду, но может быть не всё, если это выгодно. Ну, кстати, на ЕГЭ и ОГЭ это частные истории. А, всё, всё, очевидно. Контент для новых выпусков о том, кто не прав в интернете. Доброе утро. Добро пожаловать на третий эпизод шоу «Нанято» на канале ФЛЕС. В этот раз решаем математические задачи с собеседованием на инженерной позиции в технологической компании. Девять задач, десять минут на задачу, командное решение, чтобы веселее было, остальные правила вам знакомы. Предлагайте в комментариях своё решение или находите дырки у математиков. Там есть что искать. Да, а где пригодится умение решать задачи? Например, в Big Data Megafon. Там более 700 терабайт данных в месяц, мошнющее железо и продвинутые коллеги математики. Вместе вы построите сервисы прогнозирования продаж и персонализации, рекомендательные системы нового поколения, создадите продукты в рекламе, HR, медиа и так далее. Как пройти отбор в Big Data Megafon укажу в описании. Вы только перед интервью досмотрите шоу, ведь обидно будет завалиться на задачи, которые Саватеев или Трушин разжевали на флесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Перед вами 12 металлических шаров, одинаковых на вид. Среди них лишь один немного отличается массой от остальных. Как ровно за три взвешивания на чешечных весах не только найти этот шар, но и указать, легче он или тяжелее. Легче или тяжелее? Ну по четыре сначала надо. А, по четыре кидаем. Четыре и четыре. Не, нифига не поймешь. Потому что не знаешь, легче он или тяжелее. А это пока не важно. Ну мы поймем, где есть он или нет в оставшихся. Ну если тут будет как бы знак неравенства, то есть был четырех. Не, ну поставили знак равенства, то среди четырех, так? Значит, наверное, надо же. А если больше или меньше, значит среди этих. Я думаю, что четыре и четыре не сойдет. Именно потому, что мы в некотором случае получаем сильно больше информации, чем некоторых другого. Может быть 3, 3 и 6 оставить? Во, 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 во. Вот это веселее на самом деле. 3, 3, 6? 3, 6, чтобы точно в итоге было 6 осталось. Смотри, то есть если они равны, у нас 6. Ну да, хорошо. А если они не равны, то тоже 6. То тоже 6. То тоже 6. Да, а у меня пока получается, если они равны, то у меня 4, а если не равны, то 4 и 4. Два. Ну потом не очень. Восемь. Но потом у тебя проблемы. Ну мне указать легче и тяжелее, да? Ну давай, ты там работаешь. Мы знаем идеал. Да, мы знаем идеал. Вот это два шара-то идеальные, ой, четыре шара идеальные. У нас тут все равно шесть или три, да, на хрена идеальные. Давай, мы с Петром работаем над этой ситуацией. Да, поехали, да. Три-три, значит, там меньше. Давай возьмем просто больше, точнее, перескалим, кто поменяет местами все, вот это первое больше, да? Нет, дело в том, что в нашей ситуации это важно, потому что… Ну, у нас просто шесть шаров осталось и два взвешивания. Здесь есть какой-то тяжелый, здесь какой-то легкий. Один. Либо один-один, либо два-два. Еще у нас есть точно шары, которые хорошие. Нет, нет, смотри, 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 вот эти все хорошие. Это идеал. Здесь просто шесть, которых надо выбрать, кроме этого еще есть шесть, которые точно хорошие. Тяжелые легкие. Ага, да. Значит, вот эти идеальные надо теперь в следующую взвешивание прикреплять. Сейчас. Знаешь что, надо замутить перестановку. Да. Два. Давай возьмем отсюда два. Чем не пойму. Два шара. Отсюда один, еще один идеальный шар, допустим. Да. Чтобы заодно взвешивание справиться. Да. Но если у нас есть идеальный шар… Ну вот мы два отсюда взяли. Все равно один. Еще один отсюда взяли. И один идеальный. Тебе должен остаться один, про который ты должен узнать, правда же? Да. Есть ли по-прежнему больше… Или ты, может быть, к этому моменту… А, может быть, такая история, что в этом моменту мы знаем… Подожди, а мы… Легкие… А, легкие вы здесь не можете. Возможно, нам нужно сначала понять… Здесь есть тяжелый. Один. Один тяжелый. Если он по-прежнему тяжелый… То есть нам нужно сразу взять не только информацию, где плохой, а еще как второй… Мы его нашли. Теперь второй вариант. А если… Второй вариант. Если поровну… Сейчас… То есть если здесь, то мы… Вот здесь один… У меня была идея, что мы типа… А если поровну… Что мы кладем куда-то… Один из идеальных… Они все идеальные… А куда-то два из этих… Получается четыре идеальных, из которых три идеальные были здесь. То есть это отличается два, один, три. Один тяжелый здесь. Мы не понимаем, что нам это дают. А-а-а. Это если мы, допустим, предположим, что тяжелый у нас был, да? И за три взвешивания мы не поймем. Так, хорошо. То есть за три взвешивания мы не поймем. То есть за три взвешивания мы не можем понять, если мы узнаем, люди делали тяжелые, да? Какая-то сложная задача. Понятно, что нужно перебирать какие-то варианты, но обычно за конечное время это очень тяжело сделать. Вряд ли мы ее добьем до конца. Значит, на первом шаге мы больше, чем четыре идеальных получить при нашем раскладке не можем. Да. Это первый шаг, мы получим четыре идеальных. У них шаг, чем шесть. И узнаем, где больше. У них шаг шесть идеальных и шесть непонятных. Если я хочу, шесть идеальных. Ты хочешь сказать, там, туда выйти, в шесть? Нет. Я просто рассуждаю. Хорошо. Допустим, предновое взвешивание дало снова больше. Значит, здесь по-прежнему тяжело. Да. Дальше возьмем меньше. Либо там по-прежнему легко. Либо там по-прежнему легко. Но если здесь по-прежнему тяжело, то он вот здесь. Нет, не факт. Не факт? А, вдруг B1 был тяжелым. Вот этот легкий, допустим, у тебя. B3. А, B3 легкий, а это все по-прежнему идеально. Если 5 сравнись. 5 и 5. 5 и 5. У меня 6 и 6 было. Если 5 больше 5. Ну, если 5 равно 5, все очевидно. Два мы вычислим. Да. Значит, если 5 больше 5, берем 3 отсюда и 1 отсюда. А здесь 3 отсюда и 1 отсюда. В общем, осталось-то всего 2 шара. Если 2 осталось. Ты же из этих 10 пока использовал 7. Нет, нет, нет. 5, 5. Вот эти 5, 5. Попрошу тишину студии. Кто будет давать ответ? Ну, давайте я обосрусь, но попробую дать ответ. Я вас слушаю. Я предлагаю сравнить 5 с 5. Это неожиданный шаг, совершенно неожиданный. Но, тем не менее, я сейчас попробую добить идею, которую я здесь не до конца довыписал. Значит, если я сравниваю 5 с 5 и они равны друг другу. Если они равны, то очевидно, что 2 шара, 2 взвешивания мы найдем по очереди. Теперь рассматриваем более существенный случай, когда они не равны. То есть, вот эта пятерка больше, чем эта. Ну, например. Тогда мы берем 3 шара отсюда. Значит, это группа номер 1, это группа номер 2. И это честные шары. Вот так их обозначим. А нет, вот это больше, это меньше. Вот так лучше. Больше, меньше, честные. Мы берем 3 больших. Один маленький. 3 маленьких и один честный. Значит, 3 больших, один маленький. 3 маленьких, один честный. Если мы получаем равенство, то у нас не задействовано 2 больших, то есть, которые здесь были в первой группе. И один, только один, внимание, маленький. Не два, а один. Согласен? Да, абсолютно верно. И один из этих трех шаров является неправильным. И мы знаем, какой он будет, если он будет неправильный. Да. Берем большой маленький и взвешиваем с двумя обычными, честными. Равенство, значит, этот последний остался, и он большой. Неравенство, если больше, значит, этот большой. Если меньше, значит, этот маленький. Все. Этот случай разобран. Так. Что будет в случае, когда мы получаем вторым взвешиваемым неравенство? Да. Заметим, что неравенство мы можем получить только в одну сторону. Вот в эту. Ну да. Согласен. Согласен. Неравенство мы можем получить в обе стороны. На самом деле, решение 5 на 5 не может быть правильным. Хоть я его и предлагаю. Потому что в варианте, когда 5 больше 5, у нас 10 разных позиций. А именно, первый из этой пятерки тяжелый, второй из этой пятерки тяжелый, третий тяжелый, четвертый тяжелый, пятый тяжелый. Первый из этой пятерки легкий, второй легкий, третий легкий, четвертый легкий, пятый легкий. 10 позиций за 3 квадратия разделений по дереву уже не различаются полностью. Поэтому, в принципе, теоретически невозможно это сделать. И все. Почему я в тот момент этого не понимал, я не знаю. Нет, но здесь же большие были. Они все могут быть хорошие. Вот этот будет плохой. Если это плохой, то у тебя не нравится. Вот этот легкий, а вот эти все честные. С другой стороны, если не нравится другую сторону, то сразу понятно, да. Левую чашу вы поместили один. Да, 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 да. Неравенство может быть в любую сторону. Если неравенство в большую сторону, то значит, это означает, что шар вот здесь находится, вот тут вот. Находится шар. Почему? Может, там маленький летал. Маленький, да. Вот если меньше, то уже все очевидно. Да, меньше все очевидно. А если больше, то оказывается, что у нас… Либо в этой тройке, либо в этой тройке. Либо здесь, либо здесь. Их шесть. Их шесть. Их шесть. Их шесть. Еще два взвешивания тогда надо. Мы проиграли. Но у нас была версия через четыре, на четыре группы. Но мы ее не добили. Не добили, да. Это было смело, но не до конца верно. И три-три-шесть тоже. Ну пять – это много, три, похоже, мало. Вот четыре… Ну мы не довели их. Я бы сказал, что это была близкая к истине версия. Итак, внимание, решение. Давай. Может быть, это… В четыре пошли они? А, по четыре, да. А, ну вот, зеленый, а таки вы должны были доводить. А, на втором шаге… А, на втором шаге либо по пять, либо по три. Вот оно что. А мы по четыре, правильно, на втором шаге. То есть сначала по четыре… Вот идея, вот идея. Идея такие… Восьмерку определить? Влад, вот, надо было… Восьмерку определить, а потом… А вы определили десятку. На самом деле нам хотел пять минут. Еще пять минут… Нет, он слишком много шарика взял. Ну да. Тогда нам надо что делать? Иногда пытаться версии объединять? Вот как эти? Что, где, когда? Да, да, да. То есть меняться версиями. Вы что сделали, а мы что сделали? Ага. Слушай, а если бы тогда… И может быть, клинануло бы и… Жестко, да, жестко. Странно, что я не знал. Ну ладно. Ты тут придумай, не придумай. Накануне большой вечеринки Фома приготовил для гостей N большой бутылок вина. Внезапно выяснилось, что в какой-то одной из них подмешан яд. Испившая отравленного вина погибает через сутки. К счастью, у Фомы есть N подопытных мышей, на которых отравленное вино оказывает тот же эффект, а не отравленное вино губительно не действует. Каждой из них можно дать попробовать вина из любого количества бутылок. Что вечеринку удалась? Фома с помощью данных мышей хочет выявить максимальное количество неотравленных бутылок. Каким максимальным количеством бутылок вина Фома сможет угостить гостей без вреда для их здоровья? Как ему нужно действовать? N большое равно 2021 N малое 10. Накануне большой вечеринки Фома приготовил для гостей N бутылок вина. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, мое прошлое. Но внезапно выяснилось, что в какой-то одной из них подмешан яд. Так алкоголь это вообще яд, он во всех N бутылках. Давай это время тебе. Вина погибает через сутки. А, 2021 бутылка вина притащена, да? Ну, грубо говоря, если по капле мы налили из каждой бутылки, и мышка выпила, и не умерла, то все хорошо. Ну она мгновенно, да? То есть проверка, что хотя бы у одной. То есть или побитывая. Мне кажется, да, это надо через двоичную систему, да? Ну поехали, это что у нас? Скажешь, что пройдет идея какая-нибудь там со степенями двойки, потому что у нас есть там 1024 различных исхода, и надо как-то это покрутить. Вот то, что Миша нарисовал, кажется, хорошая идея. Это ты как? Ну а как ее реализовать, да? Дело в том, что ты же можешь, ты же как бы на следующий день... Но это если не пересекается, если мы хотим... У нас один день всего, да? У нас один день, да. То есть мы одновременно все мышки нажимаем. Ну то есть мы даем вот такие множества, как бы. Первая, вторая, третья, четвертая, 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 у нас же 10 всего. Идея в том, что мы на этой мыши даем те бутылки, у которых на этой месте стоит единица. По-хорошему у нас есть два... Два в десятой степени исходов, кто умер, кто не умер, правильно? А по каждому исходу, надо сделать так, чтобы по каждому исходу мы поняли какая бутылка отравлена. Давайте этой мыши, давайте те бутылки, у которых на этой месте есть записи единица. Смотри, вот смотри, если бутылок 1024, очевидно, что мы сможем точно узнать, какая отравлена. Пуская наших бутылок 2048, по парам объединить, мы можем про две бутылки понять. Правильно. Все, мы сможем понять про все, кроме двух. Про все, кроме двух. То есть мы берем по байтам этот метод, берем по байтам этот метод, и по парке... И так мы узнаем про две. Потому, кто умер, мы понимаем, какие две бутылки отравлены. Все хорошо. Да, все остальное выкидывали. А одну бутылку... А если у нас все умерли? Если мы все умерли, мы знаем, мы по каждому исходу знаем, какая пара отравлена. У нас назначение восстанавливается, по двоичной записи мы шею восстанавливаем бутылку. И понятно, что лучше нельзя, потому что исходы всего 1024, а значит, мы не сможем наверняка узнать. Офигеть. То есть мы решили задачу. 2019 бутылка. Ответ КАИ 2019. Итак, вы готовы? Да-да-да, мы вроде решили. Кто отвечает? Более наверно. Борис Миши тут придумал. Ну, давайте я, например. Ну, в общем, сначала оценка. Понятно, что у нас есть 10 мышей. После нашего эксперимента какое-то подмножество из этих мышей умерло. Всего различных подмножеств два в десятой. Значит, мы информацию можем получить различных исходов не больше, чем 1024. Значит, мы точно не сможем про каждую конкретную бутылку понять, отравлена она или нет. Покажем, как понять про две бутылки, что одна из них отравлена. Возьмем все бутылки, разобьем на пары. В какой-то момент пар не хватит. В общем, мы сделаем 1024 группы бутылок. В каждой группе не более, чем две бутылки. Так? И дальше у нас есть... Сейчас скажу, как. Что мы делаем? Мы, значит... Можем просто в двоичной системе. Сейчас. Берем, разбиваем пополам и... Даем айтой мыши те бутылки, у которых... Мы номеруем бутылки от 0 до 1023. Ну, не бутылки, а вот эти наши группы. Да, группы. Теперь айтой мыши мы даем те бутылки, у которых на айтой месте двоичной записи стоит единица. В любом порядке. И тогда, соответственно, по множеству мужей, которые умерли, у нас сразу сдается число. Ну, то есть номер пары, у которой отравленная бутылка. Вот. И там не больше, чем две бутылки, поэтому остается 2019. В общем, да. Мы знаем, что вот среди этих двух есть отравленная, а все остальные точно хорошие. Способность вот Алексея, Андрея, Миши, Бориса мгновенно решать здесь и сейчас просто поражает. Это вот у их школа мощная. Мехмат, физмат чувствуется. В общем, мы умеем делать так, что в 2019 бутылок будут хорошими. Итак, ваш ответ принят. Внимание, ответ. Ура! Где ответ? А, где ответ? По одной или по другой? Ну, это стандартное. Все правильно, да. В целом, это довольно военистое. Да, супер. А, ты же программер вообще. Да. Задача три. В четырех углах квадратного столика гости оставили по пивной крышечке. Некоторые из них лежат эмблемами вниз, а некоторые эмблемами вверх. У Фомы есть робот, который умеет выполнять следующие команды. Команда 1. Перевернуть одну из крышечек, которую робот выберет случайно. Команда 2. Перевернуть две крышечки на одной диагонали. И робот выберет случайно одну из двух диагоналей. И команда 3. Перевернуть две крышечки на одной стороне. В сторону робот выбирает также случайно. Как помедовиться того, чтобы все крышечки лежали либо им влево вверх, либо им влево вниз? Гости оставили по пивной крыше. То алкоголики, что ли, составляли? Так, ну ладно, давайте думать. Идея понятна, корень один, а потом, соответственно, подгазь. Так. Чтобы точно случилось, что было передать. Диагональ, диагональ на диагональ, вот что было передать, все очевидно. Про диагональ я понял прямо в ту же секунду, что диагональ — это выигрыш. Ну и потом стало ясно, что 10 разрешенных настолько много, что как бы никаких проблем не будет. Ну вот, могло быть 3-1 и все. 3-1. А, либо еще по стороне, либо по стороне. А, подожди, вроде как все просто, нет? Ну вот, вот эти две стороны у нас выигрышные. Вот так, диагональ на диагональ. А, сторона нельзя. Подожди, подожди, у нас такая ситуация. Мы переворачиваем одну. Понятно, что после этого случается либо вот это, либо вот это. Вот эти две, вот это мы выиграли. Либо мы победили после этого, либо случилась одна из этих ситуаций. Да, правильно. Отсюда мы сразу победили. А здесь, если ты сделаешь сторону, то у тебя получается либо хорошо, либо выключи сюда. Вот эти две взаимозаменяемые. Так, вот эти две взаимозаменяемые. Такая ситуация, я делаю один ход. Либо мы победили, либо пришли сюда, либо пришли сюда. Это мы крышку переворачиваем. Одну штучку. Да, одну штучку. Теперь, если мы пришли сюда, то переворачиваем диагональ. Мы точно выиграем. И здесь делаем сторону. Ребро. Ребро, да. Получается либо эта ситуация, либо выиграли. Либо выиграли. Это ребро. Готовы говорить. Давай я вроде как. Так, значит, первоначальная ситуация такая. Три в одну сторону, один в другую. Мы переворачиваем одну крышечку и либо мы победили, либо мы приходим к ситуации, когда крышечки стоят по диагонали, либо когда вот ситуация сторона такая, сторона такая. Если ситуация получилась вот эта, переворачиваем две крышки по диагонали, либо получается, что они все стали черненькие, либо все стали беленькие, победили. Если ситуация такая, переворачиваем две крышки на одной стороне, либо сразу победили, если перевернуло здесь или здесь. а если перевернулась здесь или здесь, приходим к этой ситуации, с нее мы тоже умеем побеждать. — Если сначала было 2, то то же самое. Просто без первого шага. — Нет, подожди, там первоначально… — Некоторые из них. — Я почему-то решил, что сначала была такая ситуация. — Нет, это не важно. — Это не важно. — В общем, если первоначально все хорошо, то все хорошо. Если первоначально одна, то вот то, что я рассказал, если первоначально две, то вот сразу уже отсюда получается. — Сначала две, потом три к одной сводим. Три к двум. так да первое то что мы сразу поняли если на диагонали крышки вентильны по-разному то перевернуть есть на 2 3 ложных лежат по-разному я почему прочитал решил что одна в одну сторону три в другую задача 4 заключенный хелл замышляет побег находясь центре единичного квадрата по периметру бегают бэк дэйв салакс и билли стражевые собаки оказавшись в любой точке периметра где он повстречает не более одной собаки хелл сможет сбежать не дайте кого сбежать расположите собак на ваше усмотрение по периметру квадрата и укажите им как действовать собака двигается по периметру в полтора раза быстрее того как заключенный двигается внутри квадрата четыре собаки четыре собаки ёкарный бабай в четыре пока поставили нужно две чтобы было что две на стороне пока по углам поставили оказалось что любой точке периметра где они находятся не более одной а одной собаке а то есть он собаке может дать там поносу одной да допустим сюда побежал да значит сюда обе собаки должны тоже быстро перебежать а не более одной собаки пересчитаем то есть вот самый большой здесь у него получается большое расстояние корзу попала есть известная задача где то же самое но там скорости у собак такие же как у человека и там работает идея что если мы будем бегать по проекциям сторонам по проекциям сторон квадрата должно все получиться возможно тут тоже самое но нужно что две собаки поймали это наверное тяжело будет сделать но потом у нас есть направление но может не раз быстрее ну просто собаку если он побежит ну вот оба большое расстояние пока до у него то есть мы ему выбираем двух стражевых просто которые за ним собаки просто сидят по углам и смотрят что он делает да но пояс если мы собаку любую передвинем из угла на сторону так он на эту сторону побежит собаки придется больше бежать да конечно если бы они все четыре в серединке сидят либо все четыре либо середине вершинка а может быть на вершину чуть наверно пола не не известно очевидно не очевидно то есть либо но не симметрично не может дать ему же очевидно смотри нажать да 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 так получается в любом случае он стремится куда-то и пробегает не больше чем корень звук попала а не а нет фигня я его проекции на сторону не даром на дна поймает до 1 если он бежит не по прямой то удлинять себе да да то есть вот у тебя ломаная все понятно что хуже собак больше выбора но может у них 2 2 до 3 корни звук на 4 это что нет больше 1 это больше 1 ну да это больше одного значит собака успеет если он условно в уголок а сюда у него одна вторая сюда одна вторая одна вторая нужно три вторых это три четверти так значит если собаки по центру сидят вот это не успеет сюда прибежать да это что не только по углам должна сидеть да как раз подожди с угла надо сюда успеть но здесь здесь одна вторая с угла им неважно если он сюда идет то понятно это будет бежать в корень из двух раз раз три вторых все хорошо там как раз теперь как отделить 4 как отделить вот вот как бы то есть вот это сектор это сектор в котором ловит пока он находится внутри сектора вот эти собаки его караулить да и смотрят они то есть вот когда он сюда взбегать то есть они как-то должны сюда прибегать сектор сектор уменьшается да но при этом это тоже должна поспевать они могут они могут делать диагональную проекте смотри 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 если у нас такой отвечающий сектор тогда если он прибежит в сторону то диагональный движутся вперед они сужают сектор а вот эти подпирают его то есть значит у нас то есть когда он находится внутри сектора надо закон какой-то передвижение вот этот сектор значит вот эти две его будут ловить а эти две подпирают чтобы он не ушел сюда так вот надо проверить что может контролировать если может то мы выиграли и вот этот сектор уже собаку успевают но что при этом происходит она бежит по стороне она бежит за рука он может сюда значит она успевает группа грамму может потом мы делаем диагональные проекции то есть если он стоит здесь у нас каждая собака отвечает завода сектор мы делаем вот такие проекции на стороны тогда если он прибегает в точку стороны то тут будут сразу две собаки и она может контролировать потому что она бежит к нему подорвать нет они бегут только под этим ну они бегут 45 ну как бы у него в корень из двух поэтому может контролировать если мы прибегаем на сторону то у нас тесно две проекции в одной точке то есть вот эти угла его цена и вот сейчас то есть разъезжает захочешь сказать следующее что а а сейчас собаке находится собаке находится в этих точках всегда да гениально а вертикально не работает а к нуде есть и место это вот это просто идея 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 она точно вот они сейчас держит каждая собака держит диагональные проекции ровно в корень она всегда сама его отслеживаю красота ну все миша должен миша да рассказывай мы можем рассказывать можем рассказывать миша рассказывает значит давайте поддерживать вариант и что ну давайте нарисуем квадрат вот у нас квадрат посадим их изначально в углы собак вот он стоит по центру теперь будем поддерживать такой вариант пусть он находится вот в какой-то вот такой точке тогда сделаем проведем диагонали и сделаем проекции относительно них диагональные на стороны вот так вот так вот так и и вот так вот и будем поддерживать вариант что собаки находятся на этих проекциях почему это возможно вот в этих четырех точках да почему это возможно потому что соответственно когда он бежит куда-то то собака бежит по проекции к нему под 45 градусов значит она пробегает в корень из двух раз больше но так как корень из двух меньше чем три вторых то она это успевает сам худшем случае про проекция в точности вот здесь то и если он прибегает на сторону вот он прибежал вот в эту точку у него проекции на эту сторону вот здесь и вот здесь совпадают значит тут будет ровно 2 собаки хватили его и мы всегда выиграли охренеть даже две собаки ну две слова решение теперь внимание ответ а подожди нет здесь другое решение диагонали у квадрата оси картина и проекции собственно я это и сделал ну грубо говоря да вот не совсем то же самое но я принимаю ваш ответ можно расположить а паре на концах одной из диагонали а можно как сказал михаил да две изначально здесь здесь это совершенно это крутейшая задача где мишина решение было абсолютно правильным а вот про решение которое нам потом рассказали я так и не понял почему она верная вот но но вот идея как бы спроектировать это просто это просто блеск конечно это просто блеск я до этого не успел додобыться я вообще снимаю шляпу перед своими партнерами потрясающее потрясающая способность думать здесь и сейчас задача 5 перед вами лежат два конверта с рациональными положительными числами внутри о которых известно лишь то что они различны вы должны отгадать в каком из конвертов число больше перед тем как делать предположение вы можете взять любой из конвертов наугад и вскрыть его узнав число внутри но вы можете вскрыть только один конверт у вас идеальная монетка и бесконечный лист бумаги с карандашом как нужно действовать чтобы вероятность вашего выигрыша гарантированно оказалось больше одной второй похоже на задачу экспериментальной по физике вас есть бумажка есть карандаш и нужно узнать плотность картошкина вообще фигня какая-то непонятно еще никаких идей нет как ее решать потому что ничего не известно там про плотность распределения этой случайной величины как и в общем кажется что мы не решим я считаю задача в принципе некорректно не корректно вероятность но не может относиться к ситуации в которой нет функции я бы просто взял второй конверт и все то есть любое решение которое будет дальше предложено в качестве правильного то есть какой будет подразумевать какую-то вероятность да и открыл случайный конверт и взял после этого 2 это значит сразу отбрать 2 и там хорошо естественно я считаю ее на самом деле некорректной и я уже объяснял почему потому что понятие вероятности здесь непонятно какому вероятностному пространство относятся то ли числа случайно берутся то ли мои действия случайно но тогда как бы как как не очень понятно вообще я сам себе организую какое-то вероятное пространство до вероятностная и что-то в нем делаю да я сам дошел до биквадратных уравнений и сидя в комнате постиг весенний бег оленей даниил хармс я сейчас предлагаю решение которое мы скорее всего видим так и я объясню почему она неправильно а потом я а все и все значит итак решение такое нужно с помощью этого идеального идеальной монеты ну там сделать какое-нибудь рациональное число на выходе просто выдать но не знаю получится кто-то со со стороны мин đâyн без коньяна бесконечно раз рассказать можно при приближенно взять там почему то они рационально взяли они действительные рационально используешь они рациональные ну как бы я я использую то что можно монеты это реализовано можно там но в принципе я вообще могу отдавать вся этом все это все на все на я просто беру абсолютно любую границу просто любую границу. Вот любая граница, она там равна, например, 179 или 179. И теперь я делаю следующее. Я предполагаю, что, смотрите, внимание, да, значит, я беру конверт, открываю, что... И ты увидел там 179. Да, значит, если оно меньше, это самое, если оно меньше, да, числа 179, то я говорю, что больше то. А если будет больше, то я говорю, что больше это. Теперь, значит, почему, вот как это можно обосновать? Потому что бывают три варианта. Три варианта. Первый вариант. Когда оба оказались меньше 179, тогда в половине случаев больше это, в половине случаев больше то. Когда оба оказались с той стороны, в половине случаев больше это, в половине случаев больше то. Когда они с разных сторон, мы точно угадали. Это решение неверное. А где бросание монет? Зачем монет вообще нужна? Алексей, смотри, мое решение. Я взял бесконечную прямую и поставил отсечку числов в первом конверте а один нет я просто взял один искал я беру во втором потому что вот мера вот это вот эта отрезка всегда меньше чем мера вот эту бесконечную всегда это к тому что она просто неправильно меня и мне монеты не нужен все вот наш ответ такой я может понимаем какое решение имели ввиду и она ровно вот эта отсечка и есть разных сторон то мы угадали а если с одной стороны то 50 на 50 а зачем они тебе монетку опрос так для вас не нужны да ну просто а если это их решение но я уверена что это неправильная задача некорректно некорректно то есть от все отели от нас и вероятности здесь нет может быть не она просто нельзя задать его в таком виде не существует понятия вероятности когда нет вероятности распределения вот это аксиома не отвертывая среди а идите все и так составитель задачи тут все отлично честно здесь мы просто зачем нерешаемая да то есть вот все решение которое мы выдвигаемся и все наши гипотезы они крутятся вокруг одного что что не бери все равно это будет неправильно и так решите кто отвечает ну давай расскажу хорошо решение задачи с точки зрения обывателя с точки зрения математики решения этой задачи не может принципе быть тоже она неправильно поставлена с точки зрения обывателя нужно взять монету засунуть ее в холодильник взять бумагу перенести ее в туалет и в виде туалетной бумаги намотать на рулон взять любое иррациональное число например корень из двух и скрыть один из конвертов случае если число кажется меньше корня из двух заявить что во втором конверте больше число случае если она кажется больше корней из двух заявить что в первом конверте то есть в этом которое ты открыл больше значит теперь доказательства доказательства естественно в калычках доказательства что бывает три разных варианта а именно оба числа выше корня из двух и оба числа ниже корни из двух и третий вариант когда одно выше другое ниже вот в этих двух вариантах 50 на 50 что я правильно угадал а в этих я угадал со сто процентов вероятностью поэтому в результате я увеличил вероятность 1 2 насколько там вот на какую-то величину но в этом решении подразумевается что есть какая-то вероятность на какой-то вероятность распределение относительно которого вычисляются все эти вероятности а его в данной задаче нет и не может быть если были числа до миллиарда то это бы работало да все они и так и числитель и знаменатель до миллиарда ответом если его принят в видишь рассмотрение и вот ответ прошу все-таки заранее бросок броском монетки выбираем какой конверт счет ой 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 смотрим значение числа и остановим выбор на нем с вероятностью x делить на 1 плюс x для этого даже сравнить значение значение равномерно случайной величины да ну и что а почему это почему это может быть правильно не хорошо зачем вообще нужна монетка чтобы вскрыть конверт просто бери впервые скрывай конверт то есть логики в этом пока не вижу я особо не интуитивная задача не очень интуитивно и еще и вообще непонятно то есть я увидел эту задачу я не понял как можно сделать больше чем одна вторая мы же ничего про них не знаем и ничего про них не узнаем вероятность имеют ваши действия вот здесь не числа есть числа уже даны вы их не знаете но среди них есть x меньше и y больше вероятность имеет ваши действия вы моделируете эту вероятность с любой точностью за счет броска монет вы придумываете какую-то функцию монотонно возрастающую в нуле равную нулю предел при x стремящемся к бесконечности должен быть равен единице я вот дал функцию x делить на 1 плюс пикс чтобы было просто ее значение считать на листочке а это может быть любая другая функция например 2 делить на пи умножить на оргтангенции x или что-нибудь в этом духе и вы действуете вот таким образом и если в конвертах были числа x и y то при данных числах x и y ваша вероятность победить она дана на экране вот в последней строчке и она строго больше 1 2 при условии что y больше x а вот насколько она больше 1 2 это зависит от значения y и от значения x а но вам это не важно вам нужно просто получить строгое неравенство больше 1 2 задача 6 докажите что единичный куб нельзя разрезать на конечное количество меньше попарно различных кубов я помню что есть картинка которая прямо разбивает квадрат там что-то типа 25 квадратов маленьких но они все различные вот и тут я вижу что куб и это нельзя сделать надо доказать это прям шок был не 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 подожди не знаю не помню я не помню попарно ли они были различные может быть они были по моему там как раз пробоварно различные были но если не попарно размотри смотри смотри я разрезаю хоп подожди для квадрата я скажу для кубика решается также смотри вот смотрим те квадраты которые выходят сюда да выбираем из них самый маленький так вот пускай это самый маленький квадрат тогда тут стенка выше тут стенка так значит тут вот не влезаем смотрим сюда теперь и ровно те же самые рассуждения находим самый маленький тут стенка выше тут стенка выше я просто сам маленький самый маленький самый маленький внутри может не получить или получится не сам маленький внутри он может быть вот так понимаешь зажат другими кубиками вот так вот такой самый маленький внутри может быть вот так а тут смотри находим самый маленький на стороне прямоугольник тогда смотрим тут стенка тут стенка находим самый маленький вот здесь. Тут стенка, тут стенка. И так, вроде, мы бесконечно долго рассуждаем. Мы не сможем дойти до этой стены. Вроде да. Все. И то же самое в кубике. В кубиках вроде то же самое. Берем самый маленький кубик. А у него еще хуже, да, потому что нужно как-то вот тут эти кубики вот так, чтобы стояли, они точно, они должны быть, то есть то же самое, только еще хуже. Да, потому что там даже это слой. Ну вот мне казалось, что есть пример. Ну откуда? Ну вроде как это стандартное обсуждение. Берешь самое маленькое на стороне и все, метод крайнего вроде работает. Надо попарно разрезать на конечное количество меньших, ну вроде да. Так. Что, решили? Сейчас, подождите. Берем на грани самый маленький кубик, да, рядом с ним все, что стоит выше его, значит он в такой, над ним такая труба. Смотрим вот на его верхнюю грань. Смотрим на самый маленький кубик, который стоит на этой стороне. Он снова вокруг него высокие стенки. Смотрим на самый маленький кубик, который стоит на нем. А, подожди. А почему вокруг вот этого? А, конечно, конечно, короче. Почему вокруг вот этого высокие стенки? Какого вот этого? Так нет, так подожди, это не важно. Мы смотри, посмотрели на самый маленький. Да. Теперь смотрим на квадратик, который стоит на нем. Из них выбираем самый маленький. Тут высокие стенки. Из тех, которые стоят здесь, выбираем самый маленький. Если он стоит сбоку. Какая разница? Если он стоит сбоку, он может выпереть за вот эту высокую стенку и тогда тут будет свободно. А, в смысле, вот эти стены, они когда поднимутся, поднимутся, он может подняться вот сюда, и уже будет выпирать спокойно нормально, вообще может быть вот так, смотри, вот так, вот, Борь, 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 вот, смотри сюда, смотри, как можно, ой, блин, да, да, обязательно, поводина. То есть они будут выпирать вот так вот, и как-нибудь там уже, там, здесь, здесь все равно тогда нет ничего. Ну, мне нравится, что вот идет сразу набрасывание версии, почти все точные. От самого маленького внутри надо отталкивать, вообще от самого маленького, который существует. Самый маленький внутри, он вот так вот может быть, и непонятно, что с этим заниматься. И, и, и как раз вот проблема будет с параллельными гранами. А как мы его вообще... Вот эти параллельные его зажмут. То есть мы не сможем его окружить только? Да, сверху, снизу мы сделали, а проблемы начнутся с боков. А-а-а-а! Мы его, кажется, окружить не сможем, просто самый маленький. Нет, слушайте, сможем. Не сможем. Они все вниз туда уедут, а сверху будет такая жопа торчать огромная, толстая. Нет, нет, смотри, смотри. Накрывать все. Подожди, Алексей, послушай, сверху, снизу его зажали, так? Ну ты сверху большими кубиками зажимаешь, снизу тоже большими кубиками, так? У тебя проблемы сбоку начнутся, ты в них ничего не засунешь. Да, ну как это доказать? Как это вот, ну, грубо говоря, как это сделать строгим? Ну там будет площадь, получается, площадь вот этого основания будет больше, чем нужно, и все. То есть однозначно надо отталкиваться от самого маленького кубика, который внутри. Значит, по квадратик можно? А вдруг по квадратик можно? По-моему, по квадратик нельзя. Ну, хорошо, хорошо. Ну, мне кажется, вот это рассуждение просто сейчас доведется, и если оно доведется, то квадрат нам не важно. Миш, принцип кавалерии знаешь? Кавалерии? Да, кавалерьеви. Кавальерьи. Кавальерьи. Слышали? Да, ну на плоскости у тебя квадрируется все треугольничками, а пирамидками ты уже не можешь. А, нет, я не знаю. Ну вот, а здесь может быть та же самая проблема. Все, кажется, мозг уже кипит. Какая-то магия, в общем, какая-то здесь есть магия. Тем более, что квадрат действительно квадратируется. Нет, 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 слушай. По-моему, это ш... А если вот так, допустим, мы берем один куб, как... С ушами в коробке с карандашами. Внутри него... Вот как практически отрезать куб от шарика? От этого. Нужно взять, разрезать его вот такую плоскость, да? Ну да. Потом вот так разрезать, и вот так вырезать куб. Тут остается прямоугольник, то есть... Нет, ну ты потом же там... Может быть, типа, что все время прямоугольник, все это и в конце концов, но бесконечно. Да нет, в конце концов из него сделаем то, что нужно. Я ничего не понимаю. О-о-о! Вроде хорошо. Что, закончилось? Вот сейчас тогда сам будет расстанно. Смотри, смотри, смотри. Вот я не знаю, квадратики работают или не работают, но вот была фигня с этой трубой, что если ты поставил с краешку, то труба может быть не очень высокая, да? Да. У кубика это не работает, что вот если вот это вот донышко, на которое мы хотим ставить, если самый маленький даже находится в углу, да? Так. То для того, чтобы и здесь, и здесь стоял квадратик побольше, что у нас получается? Сейчас, секундочку. Ай, блин, казалось, что я понял. По кругу, они все равно по кругу могут. По кругу, по кругу. Нет, что, что... Дорогие математики, время закончилось. Вы решили, кто отвечает? Никто не отвечает. Мы решили, что мы не решили. Вы отвечаете. Мы сдаемся. Нет решения. Внимание, ответ. Прилегать границы. Вот, 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 в чем проблема. Да, ладно, все, я вообще это не докрутил. Так, как не сможет быть закрыт с противоположной стороны. Он не может быть... Сейчас не может быть закрыт с противоположной стороны сторонами больше квадратиков. Почему? Смотри, смотри. Я рассказываю... Убери этот слайд. Я сейчас расскажу тебе решение. Не понимаю. Смотри, сейчас будет картинка. Смотри, ровно те же самые рассуждения, что были у меня. Смотрим на стороне самый маленький кубик. Я что-то не докрутил, бывает. Ну, хорошо, да. Утверждение. Этот самый маленький кубик не может быть на границе. Почему? Если этот самый маленький кубик находится вот здесь, да, то тогда вот здесь вот есть кубик, который выпирает побольше, здесь есть кубик, который выпирает побольше, а сюда мы не сможем поставить. Да, но нет, это правильно. Значит, самый маленький кубик, который лежит на дне, лежит где-то внутри. Да, в чем проблема. А дальше вот он находится где-то здесь. Вокруг него есть граница высокая. Мы смотрим на его верхнем, самый маленький, и он снова не может быть на границе, он снова где-то внутри. Ровно по тем же самым соображению. Мы смотрим те кубики, которые стоят на верхней границе вот этого. Так? Ну там они могут как угодно сдвигаться. Нет, у тебя будет башня. Мы смотрим кубики, которые стоят вот на этой площадке. Смотри, вот дно твое. Вот твое дно. Ты нашел самый маленький кубик, который стоит на дне. На дне, на дне. Вот этот самый маленький кубик, который стоит на дне. Над ним, значит, забор такой. Над ним получается забор, да? Его верхнюю грань называть. Мы смотрим на верхнюю его грань и смотрим, какие кубики стоят на этой верхней грани. Ну разные, они выбирают разные стороны. Да-да, они могут выбирать, потому что если это самый маленький кубик, то вот сюда стоят большие кубики, они, у него какая-то... Колодец. ...минимальная граница есть на краях. Вот тоже самое рассуждение, что здесь, но почему-то мне показалось, что я понял. А почему на границе не было? Подожди, подожди, я не понимаю. Так еще раз, смотри, вот если самый маленький стоит на границе... Да. Самый маленький, который стоит на дне. Да-да-да. Тут не может стоять кубик побольше. Да и пусть не стоит. Это самый маленький вообще? Самый маленький на дне. А это тоже на дне. Мы рассматриваем все кубики, которые стоят на дне. Из них выбираем самый маленький. Утверждение, что самый маленький не на границе. И дальше мы смотрим на этот самый маленький. У него по всем... Рядом с ним стоят кубики побольше. Поэтому если посмотреть на верхнюю грани этого самого маленького кубика, то вокруг нее забор. до колоде теперь мы смотрим на кубика и надежда из них мы находим самый маленький квадратом то почему это не просто у квадрата есть проблемы что если ты смотри если у тебя есть квадратик здесь квадратик здесь но все все хорошо никто тебе не запрещал на ты хочешь целый дно закрыть этими квадратиками и поэтому самый маленький квадратик вот этот вот таким поставить когда у тебя квадрату самый маленький может быть в центре может а когда у тебя кубики то самый маленький кубик на на стороне внутри и он на стороне он в центре купил внутри клубни и на стороне и мы рекурсивно запустились очень вот мое решение но почему-то мне показалось что я не могу мне почему показалось что вот есть проблема такая ладно все не решили можете нам поставить там одну питую за задачу именно так и поставим кстати и то и другое скажу в кавычках кубировать клуб нельзя как мы доказали а квадрировать квадрат вот а карту это миша да миша я помню картинку мы можем ставить картинку потом вот там по моему доказательства того что кубировать клуб нельзя не зависит от того можно ли квадрировать в квадрат очень обидно прямо все идеи были пока думали и чуть-чуть самом конце мне показалось что я быстро не докручу но в итоге оказалось что решение ровно такое как я думал задача 7 фокусник вызывает случайного человека из зала а сам надевает на голову плотный колпак лишая себя возможности видеть и слышать происходящее зритель пишет на доске случайное десятизначное число а ассистент закрывает стикером одну из цифр данного числа фокусник снимает колпак и отгадывает скрытое число как должны действовать фокусник и его ассистент чтобы данный фокус получился если бы например одна из числа 10 если бы например гарантировали десятизначное число значит номер цифры просто закрыл вот если бы гарантировала что какая-то цифра после своей позиции так речь не о том а ты что закрыл ты закрыл какую-то цифру у нее может быть так не смотри ты закрыл 7 числа ты закрыл 7 а если бы у нас одна из цифр совпадала с номером своей позиции он закрыл ее нужно и нам нужно возможно нужно какие-то сдвиги навесить то есть и тогда что-нибудь получится один знает и он может передать информацию нужно просто понять что именно передать как передать одну цифру неважно где она находится да ну здесь как раз идея с делимостью на 10 10 цифр и 10 остатков значит все должно как-то сработать ну типа если все внимание закрывать ассистент вы в курсе что системы естественно естественно поэтому знать какую цифру закрыть но я же например тема знаков но да нет просто закрыл если если в числе есть ноль надо закрывает обязательно 0 вот так они договорятся да просто всегда допустим да и все если в числе нет 0 и если единица закрывает единицу смысле как он поймет единицы он или не не а нам если допустим просто если по 222 и узли закрытое число что он закрыл единицу нет ассистент нет нет ассистент открывает первый ноль если число 222 им и закрытие 1 или 0 и закрытое число это может быть и 1 и 0 да нет сейчас сейчас убран я сказал да сейчас значит так не выйдет конечно хочется что например через сумму цифр остальных сделать кстати сумму цифр по модулю по модулю 9 или по модуле есть что-то такое по модуле 10 нормально здесь это хорошо модуль 10 отлично только понять почему такая была допустим сумма цифр 47 что он закрывает седьмую цифру все но ну здесь мы все хором в общем ну да андрей опередил нас но в целом идея была понятна что что-то по модулю чего-то задач таких очень много и если бы андрей не опередил то я бы через две минуты все придумал сам смотри вот-вот я закрыл седьмую позицию это означает фокусе я нашел меня получил сумму 40 у меня здесь здесь 7 7 позиция я его к стояла а если бы было нет если здесь была двойка ты увидишь 45 оттуда откуда я знаю а вот это семерка ты будешь до модуля 7 тебя должно остаться до обе прозрачной не знаю придумали это вы также действие то есть и фокус не ассистент посчитал слава взял по модулю по модуле действий и закрыл цифру если получил сам На целый день он последнюю цифру закроет. Если человек... Да, это не принципиально. От 0 до 9. Хорошо, он посчитал все. У него получилось 47. Он должен закрыть седьмую цифру. Не важно, какая она. Закрывается седьмую цифру. Фокусник подходит и видит сумму 43. И он видит, что седьмая цифра закрыта. Значит, должно 47 получиться в остатке. Значит, четверка закрыта. Остатки все разные, ровно-ровно 10. Если было, например, 39, то все равно 47 должно получиться. Значит, там восьмерка просто закрыта. Вроде работает. Взаимназначен просто соответствием. Тут все четко абсолютно. Не важно, какую цифру закрываешь, важно, какую по счету закрываешь. Двойки, например, 10 цифр. Сумма 20. А, все, то есть закрывает цифру. Если ты видишь 18, значит, там двойка закрыта. Я понял, да. 0 — это десятый разряд. Сумма 20, гениально. Это офигенно. Остальное вычитается. Я готов рассказать. Давай. Ты еще ни разу, кстати, не рассказывал. Моя очередь. Я готов рассказать, Дмитрий. Вот это супер. Слушай ответ. Восторг. Так, ассистент видит все 10 цифр, поэтому он может посчитать сумму цифр и взять, соответственно, остаток по модулю 10. И остаток по модулю 10 — это есть та цифра, которую он закроет. Если число делится на целом, он закрывает просто последнюю цифру. В смысле? В каким порядком? Да, да, да. Допустим, сумма цифр — 47. Остаток отделения на 10 — 7. Значит, он закроет просто седьмую цифру, неважно, какая она там. Фокусник возвращает, видит, во-первых, какая цифра по счету закрыта. Он понимает остаток отделения на 10, чему равен, и он видит сумму оставшихся цифр. Но очевидно, что он легко восстановит недостающую цифру, потому что там разница явно будет меньше десяти. Да, взаимно однозначное соответствие между количеством цифр, которое есть в этом числе, и, соответственно, остатками по модулю 10. Итак, ваш ответ понят. Внимание на экран. Угу. Отлично. Таким образом, я засчитываю вам ваш ответ. Он ровно такой же вообще, просто ровно. Ровно, как у этих самих авторов. Here we go! Задача 8. В зрительском зале в сплошном ряду сидят 2021 зритель. Некоторые из них ушли на антракт после первого акта, а потом, вернувшись, сели на другие кресла. Могло ли так получиться, что расстояние между любыми двумя зрителями до и после антракта оказались не равны друг другу? Если мы их, соответственно, на группу разобьем четные кресла и нечетные кресла, не получится там ничего? Так. Некоторые из них не равны. Ну да, вот допустим, между теми, кто на нечетных креслах сидел, померяем расстояние. Сколько возможных расстояний там не получится, так что расстояние меньше, чем нужно нам. Угу. 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 Или, соответственно, с четным креслом. А если два ушло? А если два ушло, то те, кто остался. А давай возьмем поменьше. Нет, мы должны либо все, либо все. Давай троих зрителей возьмем. Нет, если двое остались на местном своем месте, то между ними расстояние не изменились. Позже понятно. Смотрите, число 2021 – ничетное. Давайте возьмем трех зрителей. С тоже. Ну, трех зрителей возьмем. Да, три было. 1, 2, 3 они были раньше. Какие расстояния? 1 и 2, 1 и 1, 1 и 2. Смотрите, нечетных расстояний больше, а четных меньше. А что, между 1 и 2, 1 и 1 или 1? Ну, расстояние до двойки – 1, до тройки – 1, до тройки – 2. Так от того, что они поменялись, нечетное может остаться нечетным, а что может остаться чётным. Ну сейчас посмотрим. Четность же ни при чем. Ну, первое куда ты должен пересесть. А, у этого два одинаковых расстояния. Значит, он должен... О! Вот этот должен уходить вот сюда. А, ты имеешь в виду всего три человека? Да. Всего я взял три. Этот обязан уходить на крайне базе. Он должен чёртность... Один-один, а два-два не существует. Дайте, два-два не существует. А значит, он с кем-то пересечёт. Значит, он ушёл, и у этого... Нет, всё, всё. У этого осталась единичка. У этого с кем-то останется уже одно. Давай теперь пятерых возьмём. А, ну да, у него есть сосед просто. Центрального есть сосед. У него сосед остался. Пятерых давай возьмём. А, э-а... Science. Для ответа всё понятно. Один-один, два-трис. Один-один, два-три. Один-два, один-два. Один-один, два-три. Один-два-три-четыре. Один-два-три-четыре, да? По-видимому, вот этого, где три единички... ... он проблемный парень. Или не может быть один-один-двойка. Нет, тут двойка. А, это двойка такая у меня. Всё равно она проблемная. Две единички и две двойки, да? Да. А, они должны... все разные, да? Все должны быть разные. Попарно разные. Значит, у него две единички, две двойки. Так? А вот эта далекая позиция, вот этих позиций всего две у него далекие, да? Значит, это, допустим... А мы сравним с расстоянием до тракта и после. Да-да-да. Значит, это две единички, единичка, двойка. Вот этот проблемный, вот этот проблемный здесь. У него всегда останется тот, с кем расстояние одинаковое. А значит, вот в этой, значит, проблемный, тот, который в самой серединке сидит. У него слишком мало расстояния нужных. У него расстояние от одного до скольки там получается здесь пополам? Н пополам, округленно. А, Н минус один пополам. Да, то есть у него вот такие все возможные. Да, и так два раза. А таких у него, куда бы мы ни пересадили, не наберется, сдается мне. А нам... Так мы хотим, чтобы они... Да-да-да, поэтому вот у него слишком вот это расстояние. Слишком много одинаковых. Может, на примере трех, вот здесь мы увидели, что второй проблемный. У него одинаковое расстояние, то есть... С этим и с этим. С этим и с этим. На примере тройки, вот у него слишком много маленьких расстояний. Ну подожди, даже... А больше, чем количества... А кто-то мешает тройку поставить на месте, там, и вот этих поставить сюда. Ну, то есть, вот, дайте поменять, этих поменять. Тогда здесь теперь будет первый, здесь пятый, а здесь второй, четвертый. Ну, вы увидите, расстояние между собой сохранились. Либо мы... Проблема-то, то есть, имеешь в виду, что из-за этого проблемы здесь... Мы можем еще вот так изменить. Ну, там очень много... Терпокусы поменять. Что тогда? Проблема тоже. Тут проблема. Не-не, как раз мне кажется, что центральный самый проблемный. Центральный самый проблемный у него, потому что маленький выбор расстояний. Надо докрутить только-то. Так. Надо это докрутить. Пу-пу-пу-пу. Не равны друг другу. Не равны... Сейчас. Любыми двумя зрителями. У нас множество расстояний не изменилось. Нет. Все те же самые расстояния. У нас один хн-1. А может быть, наоборот, самый крайний проблемный? Два хн-2. И так далее. И... Да, и одно... Может быть, тут тогда сколько зрителей должно выйти? Понятно, что если двое хотя бы остались, то уже все. Нашлась пара. Да. То есть вышло 2019. Мы хотим отобразить множество попарных расстояний в себя. Да. Да-да-да. Это типичная задача, над которой думать надо долго. Десять минут здесь не хватит. Ну, может, не хватит, да. Просто мы идею, может быть, уцепили, а докрутить не успеем. Так. Значит, 2,5. Приятно. Приятно. Она классная, но она надолго. За 10 минут ее не решить, конечно. Ну, или сложно решить очень. Так. Либо тут какой-то простой контрпример. Да. Вот пробуем контрпример. Значит, с этим другое, с этим другое, с этим другое. С этим другое. О, а для пятерки я придумал пример, когда все расстояния будут новыми. О, давай. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Смотрите, вот такой новый расклад. 2,5,3,1,4. Все расстояния новые. Так, 2,1. Так, 1,2,1,3,1,4. Да. 2,5. 3,2,4. 2,5,2,4. 3,4. 3,5,5,4. Да, ты придумал. Все расстояния. А теперь смотрим. Вот здесь была проблема, а здесь проблемы нет, да? Да. Теперь смотрим на 2021. Мне кажется, это пример. Я думаю, это пример. Здесь 4 плюс 1, а здесь получается 4 минус 1. То есть, может быть, можно. Мне кажется, пример, потому что его легко, ну, типа... Для 9 сможешь его распространить хотя бы на 9? Если сможешь, то все, то задача решилась, скорее всего. Вот это надо подумать, конечно. То есть, я, получается, центральную оставил на месте, а потом половину, из левой половины угнал направо, а половину здесь вправо, а половину налево. Да. Пять. И еще я поменял здесь еще через одного, да? Четыре нельзя. Через одного, значит. Смотри, куда у тебя шел? А пятерка, то есть, за место двойки поставил, да? Да. Нет, не за место двойки. 2,5,3,1,4, да? 2,5,3,1,4. Так, два сюда, один сюда. Четыре сюда, пять сюда. Вот по этой же схеме, да? То есть... Девять. Восемь. Вау. Четыре, пять. Три. А если все пятерками так и будут возвращаться? Так как две тысячи... А-а-а. Шесть и... Не, ну там идея, что я центральную оставил на месте, тогда получается здесь тысяча десять. А, тогда вот у этих будет на том же расстоянии, у третьего и у этого. Смотри, вот для пяти проще вот такой пример сделать. Ну, возможно. Какой? Один, три, пять, два, четыре, да? Просто берем центр, оставляем на месте. Здесь делаем один, три, пять и так далее, а тут два, четыре. А, мы их распараллелили? Давайте попробуем проверить. Так, ну тогда просто все нечетные подряд возьмем, а потом все четные подряд, да? А-а-а. Так. Слушай. И тогда расстояние между четными станет нечетными, а между нечетными станут четными. Проблема может быть только между нечетным и четным. Да. Так, давайте поймем, почему не будет. Почему не будет? Значит, берем число вида... Между четным и нечетным, да? ...два к плюс один и число два... ...два n, да? Значит, что мы знаем? Это стоит на... Давай два к минус один лучше. Тогда это стоит на к том месте, вот такое число, да? А вот это число стоит на месте тысяча... Сколько у нас там? Слушай, тысяча. Тысяча, тысяча. Тысяча, одиннадцать плюс n, да? Значит, расстояние между ними... Тысяча, одиннадцать плюс n минус 2k плюс один... Не-не, вот здесь номер k. А, тут номер k, да. Это новое. Минус k. Это новое расстояние. И нужно доказать, что это не равно... ...два к минус один минус два n по модулю. Вот нужно доказать вот это, да? Вот. И... n и k произвольные, да, у нас? Да. Ну, давай, смотри. Вот это точно нечетное. Вот здесь нечетное. Это тоже нечетное. А, это непонятно. А, это непонятно. Если вы хотите называть m, то получается 11 плюс m. Нужно доказать, что не может равняться 2m минус 1. Или... А, ну, просто решить это не равно. А, наоборот, m плюс 1. А, давай просто решим это уравнение. А, либо... М не равно... По модулю, да. 1012. Ну, ладно, m... m не равно 1012, да. Да. М1 не равно... Вот такие два случая. Ну, это явно отрицательное. 1012 — это четное число. Да. А у нас они разные четности. И 1012 — это больше, чем половина. Они у нас разные четности, кажется. А, сейчас. У нас были числа... Это больше, чем половина. А, сейчас. У нас числа разные четности, а разница между ними. А, m — это расстояние между... Да. Четное и не четное? А, ну, больше, чем половина. Нет-нет-нет-нет. Подожди. Нет-нет-нет-нет-нет. Вот это больше половины. Ребята, внимание. Этот метод для 9 не работает. Смотрите. 5 и 2 оказались здесь на одинаковых. Ну, так вот. Мы ту же самую проблему как раз и решаем, чтобы... Кажется, что мы поняли, как решать задачу. Осталось чуть-чуть. Осталось проверить пару случаев, что они невозможны. И все. И будет хорошо. Сейчас, сейчас, мы поймем. Уважаем математики. Секундочку. Время подошло. Мало времени. Наслажды на такой задачи... Чуть-чуть не хватило, да. 10 — очень мало. Это реально очень сложная задача. Интересная, красивая. И хорошая. Да, и хорошая. За 10 минут она просто физически не успевает даже... Сейчас, 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 сейчас. У нас же НК были разные учетности, нет? Нет. НК — это вот это. Сейчас, дай нам пару минут. Отключить еще 10. Давайте, так, включаем. Все. Есть. Берем. То есть, по-видимому, вот с этим числом проблема. 1012. Значит, это не получилось здесь. Для 9-ти это не сработало. Не сработало. Но это вот так вот. Ну, может быть, сработает до 1021-го. Так, проблема есть только вместе... Вот в этом, 1012. Тогда расстояние между нашими числами — 1012. Да. Не нашими числами. Расстояние между вот этим и вот этим. И здесь та же самая фигня. Здесь в этот же момент отключились примерно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ну, не в самый этот, но близкий. Нет, у тебя здесь... Н минус 2 равно 1012. Н минус 2 равно 1012. Да, пятерка, двойка оказалась там. А, правильно, половина плюс 1. Значит, 2N минус 2. Половина плюс 1. Да, то есть, 1011 плюс 1. У тебя было, получается, там, 4 с половиной. То есть, проблема вот в этом числе. Но здесь у меня эта проблема почему-то не оказалась. Почему? Вопрос. Не знаю, очень хороший вопрос. 25. Ну, видно, что вот это иногда случается, да? Да. То есть, может, по твоему методу попробовать? Ну, у меня метод... Не-не-не, смотри, смотри, вроде... Сейчас. Давай, смотрите. Вот. Вот это мы поняли, да? Да. Есть два случая. Один случай невозможен, потому что у меня получается 3M равно, там, минус 1010. Оно вроде на 3 не делится. Значит, остался случай, вот проверяемую арифметику. Да. Что M равно... Все верно, 1012. Да, согласен. А что такое M? M — это N минус K. Да. Возвращаемся к нашим числам. Это... Что такое 2N минус 2K минус 1? Угу. Так? Это получается... Дважды 1012 плюс 1 — это 2025. Да. А значит, вот это число больше, чем 2025. Оно там... Оно не должно быть. Это четное. Это четное. Это наше число. Оно не может быть больше, чем вот это. Вот. Скорее всего, просто вот этот последний сдвиг будет отсутствовать, да? Что-нибудь такое? Ну-ка, давай, просто попробуем еще. У нас же 5, 1, 3, 4, 2 вроде 9. А где в 9 это не проходит? Мы можем как-то снова стакать сверху вниз. Вот так вот так. А, в 9 вот тут четное. 7, 5, 3. Там отдельная история. О, покажи, Миш, покажи. Я не уверен. Я не уверен. Нет, сейчас. Нет, вроде бы. Есть пока не очень. Это неважно. Мы решили до нашего случая. А там хрилой эффект 9 возникает из-за другого, из-за того, что 9 — это... Неважно. Неважно. Так, значит, здесь проблема есть что какое. Ну, то есть, нужно сказать, что вот здесь все расстояние все равно будет разное, не совпадет, да? Между нечетными, понятно, все расстояние новое, а между чётными все расстояние тоже новое. А, а нет. Тут осталось. Какое-то расстояние между каким-то нечетным и чем-то чертным может совпасть. Вот. Мы что говорим? Смотри, берёшь любое нечётное число. Берешь разницу между нечётным и чётным. Между любым нечётным и чётным. да нечетность лет на месте номер к четный стоит на месте номер 1011 плюс n правильно правильно потому что нечетных 1011 так это номер тысяч 1111 проверим например двойка на двойка на тысячи один за тысячи двенадцатого правда правда да вот сначала тысяч один из действий один сучетный вот теперь смотри тебе нужно чтобы ищели плюс n 2 и она тебе нужно потому чтобы разница между этими числами было такая же как здесь 11 плюс н да а с ними 2 на n минус ка минус 1 правильно да да разница между этими читаем но тысяча одиннадцатого знака они должны либо совпадать либо отличаться знак да два случая и один из них невозможен силу делилась к замене новую буковкой прям п а второй невозможен потому что там получается n минус к слишком большого час подожди в любом случае проверьте все какие нет вот это не ну-ка счет идут после ничего что это больше этого понятно но это может быть больше этого а это может больше этого вот это п 2p минус 1 это я ровно вот этот номер да вот так а эти а эти могли поменяться местами поэтому смотри а могут ли они отличаться знаком да тогда получается что трижды вот это равно 1010 так не бывает не бывает если они в точности равны друг другу то получается что n минус к и томичи 12 равно 1012 да так тогда сейчас подожди из меня если случае менялись какими-то 1 минус дважды это равно это то есть там тройка недели да а если ра если просто равны то получается что n минус к равно 1012 согласен вроде да вот это означает сейчас этой что n больше чем 1012 до n больше 1000 а значит 2n еще 2024 большим счетным числом был быть не могу вроде 2 а почему же здесь не сработало а там проблему зимой статуре там во втором случае могло ставиться да это стара стучь мог вам расскажем где я наврал так решение мы вроде справились о ответ а чё там вопрос какой может ответ да да мы говорим давайте пускай они все выйдут ну или единичка пускай на месте посетить неважно в общем они все вышли и вернулись так что сначала все ли все нечетные 1 3 5 и так далее 1011 а потом все ли все четные 24 и так далее до 2010 но понятны что нечетные до до 2021 а потом все четные от 2 до 2020 в общем все 7 да давайте поймем почему может быть проблема если мы возьмем любые два нечетных числа то они стали ближе чем были раньше очевидно да потому что мы все промежуточные четные выкинулись возьмем любые два четных они снова стали ближе чем были раньше так то есть правильно ли я понимаю что для начала все сидевшие на нечетных местах друг за другом уселутся да сначала все 1 3 5 7 и так далее 2020 до 1011 до что еще раз на место отвечать да 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 первую первую половину полаган сломался вот сначала сидят все все нечетные по порядку потом все четные по порядку понятно что расстояние между любыми двумя нечетными стало меньше расстояние между любыми отчетными тоже стало меньше поэтому единственная проблема может быть так что расстояние между каким-то нечетным и каким-то четным каким было таким и осталось берем любое нечетное число, оно имеет вид 2К-1, тогда оно здесь стоит на К-той позиции. Если К равно единичке, то это число 1. В новом. В нашей новой расстановке. Если К равно 1, то 1. Если 2, то 3 и так далее. Берем любое четное число вида 2Н. Оно тут стоит где? Оно начинается после 1011 позиции и дальше плюс N. По понятным причинам. И что мы хотим? Мы хотим проверить, бывает ли такое, что расстояние между исходными числами, то есть между числами 2К-1 и числами 2Н, может ли оно быть таким же, как между новыми позициями, а новые позиции это К и 1011 плюс N. Значит, расстояние между этими, ну, оно такое, по-честному это модуль, да, модуль 2К-1 минус 2Н. Расстояние между этими мы понимаем, что это больше, чем вот это, поэтому это в точности 1011 плюс N минус К. Мы проверяем, может ли одно равняться другому. Есть два случая. Ну, вот чтобы было удобнее, давайте n минус К обозначим за Х. Да, скажем, что вот это равно какому-то там числу? За Х. 1011 плюс Х, тогда вот тут написано минус 2Х минус 1. Вот. У нас есть два случая. Минус 2Х минус 1 равно 1011 плюс Х, или минус 2Х минус 1 равно минус 1011 минус Х. Да. Смотрим первый случай. В первом случае получается 3Х равно минус 1010, и по понятной причине такой быть не может, Х явно целое число, так как это разность позиций, да, значит, такое невозможно. Во втором случае у нас получается Х равно но Чему-то большому? Сколько тут получается? Минус 1012. 1012. С плюсом. 1000, 1000, 1010. 1012. Не может быть. Нет, 111 плюс. Почему? 1012, все правильно. Нет, 1012. Нет, 1012. 1012, конечно. Но в любом случае это не делится нахрен. Нет, 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 я про второй случай. Нет, Алексей, смотри, минус 2Х. А, вот тут все-таки, вот тут 12, а тут 10, вот, вот так. Значит, Х равно 1010. Вспоминаем, что такое Х, да? Х, сейчас получится у нас. Х это... Мы все разность позиций. Х это Н минус К, да? Вот, это значит, что Н это... Больше. Х плюс К, то есть как минимум 1011. Ну да. Тогда наше число, вот это вот, которое было одним из наших чисел, 2Н, как минимум 2022. А у нас нет... Это год проведения конгресса. ...человека с таким номером. Да, хватило. Итак, получается, что в одном случае 3Х равен... Числу некратному 3. Числу некратному 3. Во втором случае... Во втором случае Х равен 1010. То есть Н минус К. А К у нас начинается строго с единиц. Да, это как минимум 1, да. И поэтому К перебрасываем на другую сторону и получается, что Н больше либо равно тысяче... 11, а значит 2Н больше либо равно... 2020, да. А 2Н был номер какого-то человека. Да. А у человека не может быть такого номера. Вот так. Убежали. Я принимаю ваше решение. Ура! А сейчас раз ответ такой... Невозможный. И будем искать ошибку. А, невозможно. Поздравляю. А у нас решения не было. Вот так. Андрей предложил посадить всех четных на нечетные и наоборот. А Борис уже алгебраическую часть добил все четко. Я пытался решать ее, доказывая, что все-таки хоть одно расстояние-то совпадет. Но потом понял, что речь идет о каком-то очень сложном математическом рассуждении, которое просто не может предполагаться за 10 минут. Ну и в этот момент уже Боря все добил. Задача 9. На доске нарисована сетка 9 на 9 клеток. Какое минимальное количество единичных интервалов с концами в узлах сетки необходимо стереть, чтобы на доске не осталось ни одного квадрата со стороной 2. То есть на самом деле есть 9 на 9, просто вот такое, что вы стираем, да? То есть вот рёбра, максимум 2. Вот это мы стираем, да? Да, это значит, а у тебя 81. А, нет, ну квадрата, нет. Нужно стереть как минимум получается 41 раз, да? Потому что если ты сетерешь меньше, чем 41 раз, за 40 раз ты спортишь максимум 80 квадратов. А как 41 вроде очевидно. Вот так вот убираешь все, да? За 9 раз ты убил здесь, за 9 раз ты убил здесь, 9-9. Остался слой, который ты... У нас остался вот такой квадрат 2 на 2. Дожди. Да, квадрата 2 на 2. А, со стороной 2. Я что-то 1 на 1 ищу. Блин, другая задачка. Я вначале стал решать... Сейчас. Чтобы на... У нас получается 100 вершин. Все, все, все. Я не ту задачу решал. Просто я решил... И 180. И 180 ребер. Вот так, да. То есть, чтобы на доске не осталось ни одного квадрата стороной 2. Ни одного квадрата нарисованного, да? С одной стороны 2. Ни одной количества, да. А, смотри, сейчас. Вот берем сначала квадраты вот такие. Это тоже самое решение сейчас, по сути. Значит, таких квадратов, которые вот начинают с этого угла, и делаем квадратную сетку, да? Да. Таких 16 штук, так? Нам нужно их все разрушить. Для того, чтобы их все разрушить, нам придется сделать как минимум 8 в ходу. Алексей, в квадрате 3 на 3, я стоил 4 ребра, и все получилось. Теперь смотрим оставшийся квадрат. Или не оставшийся. Еще есть. Я буду продолжать. Значит, есть, которые начинаются вот здесь. А, мы... Значит, я должен буду, вынужден буду здесь стереть. Мы умеем... А, мы разрушаем вот здесь, мы решаем... Так, давай считай, сколько... Ну, еще есть вот такие. Все, кажется, есть идея. А, вот такие, они уже не соотносятся. Мы убираем сторону, давай пойдем, сколько квадратов мы рушим. Раз. Четыре. Два. Мне кажется, надо распараллелить на две вот такие сетки по 16, которые вот так выглядят. Тогда они не имеют общих сторон, если у нас вот так квадратно. Четыре я разрушу. И получается, что мы так оцениваем, что как минимум 16, нам надо убить. И здесь тоже, да. И надо показать, что в 16 мы все уберем. Похоже, 16 это правильный ответ. Сейчас. 16, да? Похоже. Ну, 16 очень похоже. 16 мы показали оценку. А ты пример для 16 есть? Ну, вот я пытаюсь его придумать, да. То есть я... Сейчас здесь через... Понятно, что всего этих квадратиков 2 на 2 64 штуки. Понятно, что стирая каждый отрезочек, мы убиваем не больше, чем 4 квадрата. Значит, быстрее, чем за 16 нельзя. Вот надо придумать пример, как это сделать за 16. 8. А, 64 штуки. 64. 64. Убивая одну, мы убиваем максимум 4. Если ты убираешь одну, ты убиваешь 4... Не эту, вот эту убираем. Да? Ты убиваешь 4 квадрата. Вот такой. 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 Да. Вот. Нужно попробовать... А нам нужно убить все, да? Убивать новые 4. Подожди, вот мы убираем... Мне кажется, просто ты зря начал... Слушай, а если вот так стирать? Вот такой, вот такой, вот такой и вот... А, и вот уже... 4, ну то есть там 16. Ну то есть 16, хорошая стирка. Нет, вот эта станция. Теперь вот так. А если через 2... Да, все через 2. Просто все... Может быть, я не оттуда начал считать. Да, ты с краю начал, вот так. Ой, это тоже с краю получается. Не-не-не, нормально все. А вот квадрат остался. Она мне очень понравилась, как и любая задача, которую я сам решил. Ну, нет, я не любая, конечно, нет. Но эта задача прям очень красивая. Реально красивая. Тут понятно, что делать. Тут понятно, что надо одним выстрелом убивать по 4, да? Но непонятно, можно ли, действительно осуществимое ли это, да? Осуществимое за 16. Вот эта вот конструкция, конечно, она... Да, придумал и прям восхитился сам. Так, скажите, пожалуйста, вот это ли не годится? А, вот. Смотрите сюда. Сейчас. Это, 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 это. Сейчас. 16 или? 16. Ну, якобы, но надо проверить. Ну, 8 и 8. А у тебя в серединке ничего не осталось? Ну, вроде нет. А что ты убил еще? Я убивал каждым выстрелом, ровно те, которые должен убивать. То есть, вот эти 4, вот эти 4, этим выстрелом. Подожди, давай, давай первый реб я убрал. Вот эти 4, вот эти 4, там, остальные все нижние, и все. Первый ребенок выбрал вот так. Не знаю, надо проверять. Подожди, у тебя здесь сколько выстрелов? Здесь у тебя сколько выстрелов? Ну как, вот здесь просто нужно соседней стрелять, вот здесь 8 и здесь 8. Кажется, что вполне сильное треamy. Одечно, точно то же самое, что... А, плюс вот так вот было, да, вот что... Значит, у тебя здесь никак это... Через 1? Да, и рядом прямо подряд через 1. Вот так вот. Вот такие выстрелы и вот такие выстрелы. И под ними тоже сейчас точно можно. Да, только через два уже. Всё, а кому ничего нет. То есть вот так. Вот такие-то. Но на 10 квадрат. Я пока здесь не вижу. Нет, я вижу, что и 8 выстрелов. Меньше никак не получится. 64 квадрата всего. Всё, 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 всё. Мы придумали, как доказать. Всё, но доказать мы можем, да. Ну доказать тоже понятно, потому что 64 мы минимум даром не будем. Да, давай, Алексей, рассказывай. Не одного квадрата нет, всё. Рассказывай. Всё, готовы? Вот как раз, наверное, школьники эту задачу возьмут без всяких немудрств и лукаво. Мне так кажется, может быть. Потому что тут же догадка, фишка-то в том, чтобы вот две рядом стоящие. Как это пришло в голову, тоже непонятно. Рисуйте. Да, значит, ну вот мы здесь нарисовали. Вот, а можно посмотреть? Прямо чётко всё. Нужно, наверное, ещё раз, да, нарисовать? Лучше ещё раз. Значит, вот доска игральная. Вот она разбита на три квадрата по три, по девять в каждом. То есть по три на три в каждом. Вот оно, игровое поле. Вот. А это видно в камеру? Красный. 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 И вот, получаем через один. И это рядом с ней тоже убираем. И это убираем, это убираем, это убираем, это убираем. Потом прыгаем сразу через два и симметрично делаем здесь. Утверждаем, что здесь нет ни одного квадрата, который бы остался цел. Потому что такой трафаретик получился шириной 1, на самом деле. Да. Ну вот тут совсем видно на этой картинке. А теперь смотрите, красные отрезочки для наглядности. Ну вот, 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 вот. Вот здесь. Ну вот там вторая картинка. А, ну да. Вот, да, смотрю. Вот, грубо говоря, на самом деле мы сделали следующее. Каждая черта стирает ровно четыре квадрата, не больше и не меньше. Всего их 64. И никаких пересечений нет. Поскольку ни один квадрат на картинке не является испорченным более чем в одной периметральной клетке. Поскольку всего квадратов 64... После чего нельзя обойтись меньшим количеством стираний. Всего квадратов 64, значит... Каждый выстрел убивает... Каждый выстрел не более 4 квадратов убирает. Значит, не меньше чем 16 надо стереть. Абсолютно верный ответ. Аааааааа! Хахаааааааааааааа! Вот так. Надо хорошее. О, и ровно это решение. У нас даже больше. Один в один, да. Как вы считаете, математики успешно прошли собеседование или нет? Почему да или почему нет? И что бы вы еще, спросили у них. Кстати, новый эпизод выйдет в ближайший месяц, поэтому подпишитесь на канал и переходите по хэштегу «Нанято», чтобы не пропустить. Если есть темы и кандидаты, которых вы бы хотели увидеть, пишите в комментариях. А если хотите принять участие сами, присылайте резюме на youtube.sobakov.lisabilita.pro с пометкой «Нанято кандидат». Да, посмотрите описание ролика. Там источники задачи, ссылки на тексты решения, если вам интересно. И там же рассказываем, как к подобным собеседованиям подготовиться. Спасибо, что смотрели. И до следующего эпизода шоу «Нанято» на канале Клес. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...